Как я жаждала увидеть эти весенние простые цветы, мало кто может представить. Я целое исследование провела на предмет того, где в Москве можно увидеть подснежники. Даже не подснежники, мы же знаем, что они белые, а пролиски. Вот такое голубое море. Именно эту картину я искала. Между прочим, я всех знакомых расспросила, где вообще в Москве можно увидеть подснежники. Чтобы это было не два цветка, которые растут у кого-то в полисаднике, а вот так, целое море, голубое море подснежников. Я готова была ехать в леса на другой конец Москвы. Наверное, у всех бывает, когда какая-то идея охватывает все твое существо. И даже вроде бы не думая, ты об этом продолжаешь думать. Вот так было у меня с подснежниками. Я знаю, что они пролиски, но слово подснежники пусть будет в этом случае не как название цветов, а как отражение сути. Они же первые из-под снега появляются. Вот эти голубенькие цветочки – это один из главных признаков весны. Я так счастлива, что я их нашла здесь. У меня эта картинка вызвала ассоциации с видом Земли из космоса, когда моря и озера заметны такими голубыми пятнами. Я очень долго сидела на лавке и даже боялась подойти ближе, чтобы поснимать. Но не все с таким трепетом к природе относятся. Кому-то сделать красивое фото для Инстаграма важнее. Одна из девушек, я ее даже снимать не стала, это безобразие. Кинула свою сумку прямо на цветы и улеглась на них. Ну как так можно? Сколько подснежников она смяла ради этой фотографии? Думаю, ей даже столько лайков не поставят. Слава Богу, охранники были на чеку и спасли цветы от лежащего на них тела. Вразуметь девушку не удалось. Она так и не поняла, что валяться на этих островках жизни не то, что нехорошо, а вообще кощунство. Если вы решите прийти сюда и если вы успеете прийти сюда, чтобы увидеть эти подснежники, пожалуйста, не рвите их, потому что у вас они завянут, вы их до дома донести не успеете, а здесь они такие красивые. Я чувствовала, будто я в сказке о 12 месяцах. Счастье, оно в мелочах. Хотя, конечно, возможность любоваться лесными цветами в Москве сложно назвать мелочью. Для меня это стало настоящим событием, которое всю неделю, да что там неделю, всю весну зарядило радостью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!